Насколько готовы к осенне-зимнему периоду крупнейшие ресурсоснабжающие предприятия, доложил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Соколов. Так только теплоэнерго направило на ремонт и обновление оборудования котельных свыше 10 миллионов рублей. Есть отдельные недочеты, выявленные Ростехнадзором, однако все они будут устранены в установленные сроки. Острым проблемным вопросом остаются неплатежи. Для того, чтобы проводить мероприятия по подготовке к зиме, нужны средства, нужны ремонты и сетей, и каких-то там водозаборов, и оборудование на них. На все нужны деньги. То, что вовремя не оплачиваются счета, которые выставляются управляющим компаниям, предприятиям, это все бьет потом по подготовке в том числе. По массе вопросов, в том числе и по подготовке к УЗП. Давайте усилим контроль и работу за исполнительской и платежной дисциплиной. Около 100 миллионов должны тепловым сетям. Нашему муниципальному предприятию, понимаете, что это вообще такое? О какой вообще модернизации, о каком развитии сможет идти речь, когда такая нефитовская выложка. Поэтому услышки предприятия, особенно управляющих компаний, огромные долги у потребителей, населения, в том числе управляющих компаний. Также первозаместителя главы интересовало, есть ли проблема с обеспечением жителей твердым топливом у глав сельских округов и нет ли завышения цен. Прозвучало поручение в случае возникновения проблемных вопросов решить их до 1 сентября. Во время обсуждения готовности к холодному времени года учреждений соцблок выяснил, что пока имеются недочеты. Хочу сказать, что, Дженника Анатольевна, не все у нас хорошо. Даже те же позиции, как опрессовка и промывка, которые должны были в мае, где-то месяце у нас, до сих пор по плану они идут. Поэтому здесь у меня, наверное, вопросы к управляющим компаниям и к своим учреждениям социального блока. Замечаний и предписаний Ростехнадзора к учреждениям здравоохранения нет. Все работы проходят по плану. Активно готовятся к зиме и дома культуры, библиотеки, школы искусств. Пожелания от Анжелики Базуновой и к руководителям управляющих компаний по подготовке к осенне-зимнему периоду многоквартирного жилого фонда. Люди хотят жить в тепле и комфорте, в нормальных бытовых условиях. И это необходимо обеспечить.